Мы ответственны друг за друга изначально. Мы были таким образом включены в Адама Ришона. Но там это было просто как одно тело, нечто единое, которое начало отдаляться. Все связи разорвались. И мы должны сейчас постараться приблизиться друг к другу в мыслях, в желаниях, не физически, не практически. Это понятно. И когда мы начинаем видеть эту систему, насколько она должна быть объёмной, включённой, связанной взаимно друг с другом, мы начинаем видеть, что мы должны сделать вообще люди во всём мире. Кроме системы распространения, о которой мы говорим, мы рассказываем всем, объясняем, что мы должны делать, нам, в сущности, больше ничего не должны. Если люди узнают, что всё будущее мира, хотят они или нет, это в том, что весь мир должен прийти к связи друг с другом. Если люди узнают, что природа толкает нас, природа, то есть в гематрии Творец, Элуким, высшая сила, толкает нас к связи и к правильной связи. А если мы не хотим, то согласно этому мы ощущаем, насколько мы испытываем страдания и даже войны. Скоро мы почувствуем эти удары со стороны общей природы. Жара, мороз, затопление, пожары, всякие вещи. И как следствие наступит голод, безработица и прочее, прочее. Мир входит в состояние, когда обязаны подталкивать людей к исправлениям, и нет у Творца других возможностей. Он не изменит цель творения, а он должен привести людей к пониманию. Мы сейчас тоже видим, насколько мы все проходим всё более и более тяжёлые состояния. Мы должны объяснить себе и всем, что это всё зависит только от меры правильной связи между нами. Если мы начнём даже интересоваться этим, только интересоваться правильным объединением между нами, какая должна быть эта связь между нами, как мы учим из этой статьи, тогда мы все обретём лучшую жизнь и достигнем исправления и полного исправления лёгким образом. Вы видите, тут есть две статьи. Дарование Торы — это то, что нам дали свыше, и поручительство — это то, что мы должны относительно этого сделать снизу. Если мы постараемся понять эти две основные статьи Баля Сулама, то это повлияет на нас, подействует к лучшему. Да, Раф. Вот из отрывка понятно, что у каждого из нас есть огромнейший потенциал, чтобы выровнять всё в десятки, в мире. Но вот я вижу по себе, что я не могу в это поверить. Какая здесь должна быть мысль, чтобы вот этот вот огромный потенциал всё-таки воспользоваться им? Ты должен только реализовать это в десятки. Не пробуй это переводить на весь мир. Ты можешь миру это раздать в виде знаний, в потенциале, что так это написано, так это должно быть, потому что природа глобальная, интегральная и так далее. Но, по сути дела, главная наша реализация — это в десятки. Если в десятки это всё-таки мини-модель всего человечества, мы сможем выполнить всё-таки что-то, тогда мы вследствие этого, вследствие десятки, вследствие той сети, которая находится в нас, мы вследствие этого начнём понимать, что происходит, как это происходит. Я смотрю на мир через десятку, так вот, через десятку, и я могу понять, что происходит со всеми формами природы, со всеми проблемами, со всеми изменениями. Я просто как приобрёл себе какие-то очки, такие, что я вижу истину. Это нам прежде всего нужно. И в этой мере мы сами тоже будем приближаться все больше и больше к исправленному состоянию. Латин 6